В детских садах Чувашии открыто 58 дежурных групп для детей, чьи родители вынуждены работать во время пандемии. Это врачи, продавцы продуктовых магазинов, провизоры, работники непрерывных производств. В один из таких садиков в Чебоксарах сегодня приехала депутат Государственной Думы России Алена Аршинова. Передовой у нас и врачи, и педагоги. В частности, воспитатели детского сада, которые готовы, которые сейчас тоже на передовой открыли дежурные группы. Поэтому вам нужны маски. Мы знаем, что сейчас Минпромторг максимально ускорил наших производителей для того, чтобы эти маски были. Эти маски, эти антисептики, это ваши антисептики. Поэтому, пожалуйста, пусть они будут у вас, принесут пользу. Маски и антисептики – это сейчас самое необходимое в каждой организации. Передача средств проходила на территории дошкольного учреждения. Во время пандемии в помещении никого, кроме детей и воспитателей, быть не должно. В детских садах, например, открыты дежурные группы для сотрудников медицины, для тех, кто на передовой, для тех, кто сейчас сопровождает внутреннюю безопасность, национальную безопасность в регионах. Это сотрудники МВД и другие сотрудники, например, заводов, предприятий, которые нельзя останавливать. Поэтому, конечно, мы благодарны всем педагогам, всем, кто сейчас на передовой, врачам равна, соответственно. Во всех детских садах, где принимают малышей, соблюдаются все санитарно-эпидемиологические нормы. В частности, перед тем, как попасть в группу, каждый ребенок проходит так называемый утренний фильтр. Медсестра измеряет температуру, спрашивает о самочувствии. Ситуация, потому что очень серьезная в нашей стране сейчас происходит, страшно становится из-за детей. То есть это большая ответственность. Действительно, воспитатели у нас молодцы. То, что они согласились выйти, потому что это тоже очень такое опасно. Детки пришли к нам с разных детских садов. Сейчас у нас по списку 14 детей, но, скорее всего, к середине апреля детей станет больше, потому что кто-то из родителей еще пожелали привезти детей, и будут, наверное, функционировать две группы.